Привет, ребята! Чуть не сказал hi guys, потому что я сейчас в процессе съемки влога на английском. Вы все очень долго этого ждали, вы это получили. Ну, получите. Кто не знал, меня зовут Марк, я флекс-финалист из Молдовы. И за последние три месяца, которые я находился здесь, я понял, что этот опыт невероятный. Такого никогда не случится больше в моей жизни, и, ну, это чувство не передать. Поэтому я бы очень хотел, чтобы каждый из вас его испытал. И если вы испытаете его, если вы все-таки станете флекс-финалистом, у вас наверняка появится этот вопрос. А что с собой взять в Америку? Этот вопрос, который задает тебе каждый флекс-финалист перед полетом, потому что, ну, ты не знаешь, что брать. Во-первых, потому что это на целый год, это очень долгое время, это год в жизни, это много. Также ты не знаешь условий, не знаешь, что тебя ждет, чего у тебя будет, чего не будет. Что тебе нужно взять из своей страны, как представителю своей страны по факту. И над этим нужно очень хорошо подумать и принять разумное решение. И сегодня я поделюсь своим опытом, своими вещами, что я взял сюда, и что бы я не брал, и что бы я хотел взять. Так что я уверен, это видео будет полезно каждому флекс-финалисту, но и просто интересно другим людям. Продолжайте смотреть. Первое это вещи, что нужно взять, чтобы носить. Сначала я расскажу, что я взял. Я взял очень много маек, ну, много, чтобы иметь майки на каждый день, потом их стирать раз в неделю и опять носить. Я взял с собой две пары обуви, ну, две пары кроссовок и тапки для того, чтобы ходить по дому. Я взял пару спортивных костюмов, потому что тут люди в основном ходят в спортивных костюмах, тут, ну, во-первых, это комфортно. И все. Других причин даже не нужно. Тут людей не заставляют носить то, что им не нравится, они носят то, что им комфортно, а комфортно это спортивная одежда. Поэтому я взял это. Взял две пары джинсов, еще пару свитеров. В общем, все то, что нужно на первое время, чтобы жить в любом месте, то есть, независимо от климата. Также, так как я живу в Нью-Йорке, в штате Нью-Йорк, тут зимой довольно холодно. Тут осень и у нас за окном сейчас снег. Поэтому я взял с собой куртку, зимнюю куртку, теплую, чтобы мне было комфортно. Потому что, по факту, я мог, конечно, здесь ее купить, но это, во-первых, будет дороже, ну, во-вторых, мне просто родители сказали, что нужно взять куртку. Еще я с собой хотел взять зимние сапоги, потому что, опять же, тут довольно холодно. Но так как они весят очень много, мы просто не влезли по весу, поэтому пришлось их оставить, я купил сапоги тут. Но важный момент, у каждого флекс-финалиста имеется такая стипендия, наверняка вы знаете, если вы увлекаетесь этой программой. Стипендия в размере 300 долларов. Стипендия, которую тебе не дают сразу, но если ты покупаешь что-то, что тебе действительно нужно, тебе эти деньги возвращают. Например, я купил сапоги, мне деньги вернули. Я купил кроссовки для баскетбола, потому что я занимаюсь баскетболом, мне деньги вернули. Там тетрадки, ручки для школы, вот это все, тоже мне вернули все. И еще я купил винетку, ну, по-английски она называется по-другому, но у нас это по факту винетка. И она будет в конце года, но я купил сейчас, потому что она просто дешевле, это выгоднее. Ну, из вещей я могу посоветовать вот брать то же самое, что и я, потому что просто возьмите все на первое время. На первый месяц-два потом вы будете покупать очень много, вот и правда. Я по себе знаю, я в последние 2-3 недели купил 2 свитера, я купил сапоги, купил баскетбольные кроссовки. Нужно будет еще купить какие-то штаны для зимы. Ну, покупок будет много, поэтому лучше взять всего на первое время понемногу, вот и все. И, конечно, смотрите по климату, потому что если вы там будете во Флориде, вам не нужны никакие ни теплые вещи, ничего. Вам нужны шорты, вам нужно очень много маек, может какие-то легкие свитера, вот как этот, например. Он очень тонкий и легкий. Вот так, берите все на первое время, но тоже смотрите по ситуации. Следующее, я почему-то хочу поговорить про медикаменты. Я уверен, даже если вы не захотите брать с собой ничего по медикаментам, вам родители все равно дадут, потому что родители заботятся о нас, родителям это важно. И мне моя мама дала очень, ну, немного таблеток, но там от кашля, от простуды какой-то там, от температуры. Всего, опять же, на первое время. Если мне понадобится, я буду это использовать. Я это не использую, потому что я человек здоровый, я никогда не болел, ну, вот в этом году, да и в прошлом, мне кажется, я даже не болел. Ну, я вот такой человек. Но все равно возьмите на первое время, там, элементарные температуры, от кашля, от, я не знаю, что там еще может быть, насморк. Такое, что вы можете использовать, даже не советуясь с врачом. То есть, это просто, ну, что-то обычное. Еще хорошей идеей будет взять, наверное, что-то для сна, чтобы легче засыпать, чтобы привыкнуть к этой смене времени. Но, на самом деле, ну, это можно сделать, но я не то, что не советую, но это просто бессмысленно. Потому что, расскажу, как у меня это было. В день полета, 25 августа, мы все встали в час ночи, это очень рано. И потом, у нас был рейс первый, по-моему, в 6 или 7 часов, что-то такое. И вот в том рейсе я поспал где-то час. Потом я не спал ни во Франкфурте, ни в самолете до Америки, который полет длился 9 часов. И тогда и случилось это изменение времени, вот эти 7 часов. Поэтому вот тот день, 25 августа, для меня длился 31 час. Элементарная математика. Потом я поспал 26 августа ночью немножко тоже. Мы легли где-то в часов 11, наверное, ночью и проснулись тоже часа 2-3. То есть я тоже практически не спал. И потом, когда я уже прилетел сюда, в Нью-Йорк, в штат Нью-Йорк, к своей хвост-семье, я был очень уставший, но как раз вот была ночь. И я даже не уснул, я вырубился. Я просто проспал всю ночь. И на следующий день мне вообще было идеально. Я даже не привыкал по факту. Потому что изменение времени идет вместе с собой. И ты просто устаешь больше, но потом ты уснешь одну ночь, и все. И ты привыкнешь. Обратно будет сложнее, потому что изменение времени будет идти против тебя. И ты будешь спать днем и не спать ночью пару дней. Вот это будет плохо, но это уже будет в твоей родной стране. Поэтому даже не волнуйся. Следующее это еда. Некоторые говорят, что нельзя носить с собой еду. Это неправда. Еду с собой носить можно, даже нужно. Это часть страны, часть культуры. Нельзя с собой, наверное, брать что-то такое быстро портящееся. Там мясо в самолет нет, не нужно. Что еще там? Сыр, творог, сметану тоже не советую. Не нужно, не делайте этого. Ну, там конфеты, печенье, варенье, мед. Я брал с собой орехи. Там все, что хотите, берите. Алкоголь нельзя. Разумно. Мы несовершеннолетние, нам нельзя. Ну, кстати, был один совершеннолетний флексфиналист у нас в Молдове. Но все равно ему не разрешили, потому что такое правило. А так, вот с этим могу посоветовать. Берите как можно больше. Потому что, ну, вы представитель своей страны. И вас будут очень много спрашивать. И это будет хорошим подарком. Вообще везде. Вы можете просто дать другу. Можете на какой-то праздник подарить кому-то. Я своему хост-отцу подарил. Сначала просто потому, что я прилетел. А потом на его день рождения ему подарил немножко. Ну, это очень хорошая вещь. Следующее это сувениры. Сувениры это то, что нужно брать даже больше, чем еду. Потому что сувениры это очень важно. Вот я сейчас очень жалею, что я не взял больше сувениров. Потому что я взял браслеты. Я взял несколько кукол таких, которые наряжены в национальную, ну, традиционную одежду из Молдовы. Ну, никто так не одевается у нас, правда. Но это такая традиционная одежда. Я взял флаг Молдовы, но я взял очень маленький флаг. Он вот такой, то есть небольшой. Совет для всех. Возьмите большой флаг своей страны. Прям большой. И желательно не один. Потому что они могут сложиться. Они в сложном состоянии очень маленькие. Они легкие. Но это очень хороший сувенир. И вот когда вы будете представлять свою страну, будет эта интернациональная обучающая неделя. Она у меня уже была. Она проходит где-то в середине ноября. Вы будете презентовать свою страну. Это обязательное условие для флексеров. Так вот. Возьмите большой флаг, чтобы показать его. Потому что один мальчик из Египта. Он тоже студент по обмену, но он, правда, из другой программы. Он взял огромный флаг. И это будет очень здорово. А мы... Я, девочка из Серпии и девочка из Бразилии. Мы не взяли большие флаги. Я взял вот этот маленький флаг. Поэтому лучше возьмите один большой флаг, чтобы презентовать свою страну, чтобы показывать всем. И возьмите где-то 2-3-4 маленьких флага. Для своей хост семьи. Для своего учителя по истории, например. Там, для своего друга. Это очень хороший сувенир. Что же я еще взял? Я нашел книгу про Молдову. И она на русском, молдавском и английском языке. И, ну, русского и молдавского тут никто не понимает. Но понимают английский. И это очень хороший подарок. Потому что я хочу эту книжку подарить моему хост-отцу на Новый год. Ну, на Рождество. Это... Я думаю, это будет очень хорошо. Я взял браслеты из своей страны. Что тоже очень хороший подарок. Потому что он просто лежит на вашей руке. И это очень красиво, удобно. Никому не мешает. Плюс это очень легкая вещь. И очень компактная. Одна вещь, о которой я жалею. Я не взял майки с моей страной. Это очень-очень-очень хороший подарок. Понятное дело, что там могут быть проблемы с размерами, с тем всем. Возьмите оверсайз и не парьтесь. Потому что оверсайз сейчас в моде. Оверсайз это классно. Ну и тут даже гадать не нужно. Но это супер подарок. Это прям супер подарок. У меня есть футболка с моей программой Flex. Потому что мы обязаны ее носить во время полета. У меня есть футболка с названием моей другой программы. Ну, Flexer вы, наверное, понимаете, о чем я говорю. Я не знаю, как это объяснить, правда. Ну вот, когда я одеваю эти майки, мне становится так приятно. Потому что это вот часть меня, по факту. И это очень хороший сувенир. Поэтому это моя оплошность. Но вы не делайте, не допустите такого. Возьмите майки для своих воссемьи. Опять же, там майки 2, 3, 4 для своих будущих друзей. Потому что я надеюсь, вы будете иметь друзей тут. Это хорошая вещь. Это вот такие основные подарки. Наверняка есть что-то очень интересное, оригинальное, что вы можете придумать для себя и для своих американских знакомых. Но это очень важная часть вашего багажа. Это одна из причин того, зачем вы вообще пришли в Америку, чтобы презентовать свою страну. Чтобы показать, что вот есть та страна, она находится там. Там такие люди, там такие традиции, обычаи, реалии. Это важно. Так что не забудьте это. Следующее это там вещи для ухода за собой. Крема, шампуни, щетки, пасты. Вот это все. Скажу одно предложение. Вы это все здесь купите. Тут больше выбор, тут оно. Возможно, дешевле даже. Иногда. Не всегда, но иногда это дешевле. И тут смысла нету тащить с собой вот это все, если вы это можете купить. Опять же, на первое время возьмите с собой маленькую щетку. Щетку, кстати, возьмите, потому что это ваша вещь. Вы ей пользуетесь каждый день на протяжении, там, месяца или двух, или сколько обычно пользуются щеткой. Поэтому щетку нужно взять. Но пасту, зубную пасту, возьмите маленький тюбик. Также с шампунем. Возьмите маленький тюбик, потому что тут вы его купите спокойно. И там, я не знаю, что у девочек, там разные вещи для ухода за собой. У мальчиков там гель для бритья, то, сё. Вы это все свободно здесь купите. Поэтому даже не волнуйтесь. Потому что, возможно, как я предполагаю, потому что у меня такое было. Вот это все, что мы с собой берем, эти вещи для ухода за собой, мы их покупаем из своей страны, потом перевозим и тут пользуемся. Намного легче сохранить деньги в своей стране, взять побольше сувениров или что вы их хотите, потом приехать в Америку, купить все за те деньги, за которые вы бы купили это в своей стране и наслаждаться процессом. Вот и все. И вообще это правило работает для всего вообще. Я имею в виду правило, что вы будете покупать здесь очень много вещей. Потому что я говорю по своему опыту. Когда я был в моей стране, я думал, что у меня будет стипендия каждый месяц, я буду ее сохранять, я буду копить на что-то большое, чтобы в конце года себя там порадовать как-то. Не работает это так. Да и не нужно, чтобы она так работала. Мы пришли сюда, чтобы получить опыт, чтобы получить новые эмоции, чтобы узнать много нового. И очень часто это зависит от денег. Для этого вам деньги и даны. То есть, если вы хотите с друзьями на выходных пойти там покататься на коньках, либо сходить в боулинг, либо пойти с друзьями в кинотеатр, в какой-то кафе, не знаю. Для этого всего нужны деньги. И это нормально их тратить. Опять же, я думал, что я буду сидеть дома, копить все, никуда не выходить и вот так вот сидеть. Я почти каждую неделю куда-то выхожу с друзьями. И это очень весело, новый опыт, все такое интересное. Поэтому лучше покупать все тут. Ну и не сохранять деньги, потому что вот это мое родное. Мама, эти деньги даны, чтобы их тратить, чтобы получить невероятно незабываемый опыт. Очень важный момент. Это рюкзак. Это очень важно. Казалось бы, что такое рюкзак, зачем? Но, как это работает? У вас есть обычный багаж, который идет в самолет, вы его не видите до самого приезда сюда. У меня было ограничение 32 килограмма. У меня большой чемодан, вы его, наверное, видели на превью, скорее всего, я сделаю превью с этим чемоданом. У вас есть ручная кладь, маленький чемодан. У меня это вот тот черный чемодан, который тоже, скорее всего, на превью. Его ограничение 8 килограмм. То есть, 32 килограмма большого багажа, 8 маленького. Рюкзак, если он по размерам подходит, никто не проверяет, никто вообще с этим не запаривается. Меня никто не спросил, ну покажи свой рюкзак, там что у тебя есть. Конечно, когда мы проходили через этот сканер, я доставал от своего рюкзака ноутбук, там разные вещи по электронике, вообще по всему. Но его вообще никто не проверяет. И рюкзак это отличная возможность взять все самое тяжелое и компактное из вашего большого чемодана и поставить это в рюкзак. Потому что ограничений по весу, как я понял, нету. Ну то есть, конечно, если у вас рюкзак будет каким-то образом весить 50 кг, вас спросят, а что ты там несешь. Но в целом он может весить, он у меня весил где-то 4,5 кг, но может весить больше, скорее всего. И вы можете взять самые тяжелые, самые компактные вещи, поставить рюкзак и освободить больше веса для вашего большого чемодана, чтобы туда, опять же, положить больше сувениров, еды и всего такого. И этот рюкзак, вот этот красный прекрасный рюкзак, который у меня с Молдовы спас меня очень, не очень сильно, но он меня реально спас. Потому что это хорошая вещь. Никто вообще не спрашивал, а что у вас там в рюкзаке. Еще одна интересная тема, это свои хобби, ну я бы их так назвал, ну вот, например, у меня хобби гитара. Я люблю играть на гитаре, вы это все знаете, наверное, надеюсь, вы это знаете. И я очень хотел взять свою гитару с собой, потому что я не знал, будет ли она тут или не будет ее тут. Но я поэтому переживал поводу, потому что, ну я хочу играть на гитаре. И в первую свою неделю, две пребывания тут я играл очень часто, потому что у меня еще не было друзей. Я сидел у себя в комнате, и что мне делать? Я люблю музыку, я играл на гитаре. И мне было интересно, могу ли я взять ее с собой. Нет, не могу, к сожалению. Это очень жалко, но мы не можем, во всяком случае, вот в этом году мы не могли взять никакие инструменты, ничего. Но мне повезло, мне дали гитару тут по прибытии. Она не моя, но я ей пользуюсь, никто у меня ее не забирает до конца года. Это почти моя собственность. Также интересный момент, это электроника, техника. Очень важно на самом деле. Почему? Во-первых, телефоны. Я бы посоветовал вам. Я этого не сделал, но я почему-то уверен, что это можно сделать. Проверьте, будет ли работать ваш телефон в Америке. Пойдите в сервис, спросите, вот у меня такая ситуация, я беру свой телефон за границу, в Америку. Можете даже конкретно штат назвать, если это поможет человеку, специалисту. И спросите, будет ли он там работать. И я не уверен, но мне кажется, вам ответят. Потому что, например, мой телефон, он может работать везде, как я понял. У меня нет никаких ограничений по симке. Но мы где-то неделю ходили по разным местам, там спрашивали, а как купить симку, а как это настроить, и как это будет работать вообще. И вот в Волмарте нам не смогли ответить, потому что там нет специалистов, поэтому нам нужно было идти в специальный магазин. Но это очень хорошая вещь, потому что... Но это очень хорошо знать заранее, потому что, возможно, ваш телефон вообще не будет работать, и вам нужно будет покупать новый. И тогда смысл его брать, ваш телефон, туда, если, например, его можно чисто теоретически продать у вас в стране, и за эти деньги купить новый в Америке, который будет работать. А потом по той же схеме продать в Америке в конце года и вернуться купить свино. Ну, я думаю, так это может работать. Также интересная тема — это ноутбук. Потому что у меня был ноутбук, потому что он мне нужен для канала, для монтажа. Но я знаю некоторых людей и некоторых финалистов, у которых ноутбука просто нету. Но фишка в том, что тут почти каждая школа предоставляет вам эти ноутбуки для учебы. Конечно, вы не поиграете в них, в игры. Ну, на самом деле можно, но это только в браузере. Вам не будет доступно огромное количество сайтов, потому что это школьная вещь, и там очень много ограничений. Вы не сможете, например, серьезные какие-то дела делать, как я вот, монтировать, вряд ли. Но этот ноутбук, он в первую очередь нужен вам для учебы. И для учебы он подходит лучше, чем что-либо вообще. Потому что для учебы он быстрый, в нем все есть, все настроено, все очень минималистично, все можно быстро найти. Это очень хорошая вещь. И я не знаю, наверное, последняя вещь – это деньги. Потому что деньги, ну, они важны, будем честны. Они не должны являться приоритетом в жизни, но они важны, потому что с помощью денег можно достигать очень многого. И иметь очень многое. Так что очень часто слышу вопрос, нужно ли брать с собой деньги, если брать, то сколько. Не смогу сказать, сколько брать, но желательно взять. Потому что, например, мне стипендию не выдавали в течение где-то месяца, или, может, даже полтора месяца моего пребывания в Америке. Я не знаю, что случилось. Но мне пришла стипендия сначала за октябрь, а потом за сентябрь и август. Я вообще не понял, как это происходит. Возможно, у них письмо потерялось с моей стипендии, но неважно. Так бывает. Поэтому лучше взять с собой на первое время деньги. Как я это делал? Я до моего полета где-то целое лето где-то работал или что-то получал деньги, и их хранил, копил, чтобы иметь деньги. Ну и, разумеется, мне родители немного дали, что спасибо им огромное. Но у меня вот было на первое время. Ну и это хорошая идея, хороший совет, наверное. И также тут вам запрещено работать в Америке. Вы можете сидеть, например, с ребенком, ну, babysitting это называется, когда вы сидите с ребенком и вам за это платят деньги. Вы можете, например, газон косить на улице у кого-то, у соседей там, например, и вам тоже за это будут платить. Но это такая неофициальная работа. А вот именно трудоустроиться куда-то, например, в кафе или в какой-то ресторан, заведение, как это обычно делают американские подростки, вам нельзя. Еще, скорее всего, вас попросят спустя там месяц или два пребывания в Америке сделать себе банковский счет, чтобы у вас была карта американская, и банковский счет, чтобы вам ваша программа могла легче пересылать стипендию. И получается так, что им легче высылать вам деньги, вам просто приходят на карточку там определенного числа деньги. И вам легче, потому что у вас есть карта, у вас есть банковский счет, и это, я вам скажу, очень удобно. Можно просто с карточкой ходить, не таскать с собой эту наличку. И плюс, наверное, можно как-то получать деньги на карту с вашей родной страны, там, от родителей, например. Я не знаю, потому что моя карта почему-то не работает. Ну, в смысле, она работает, но высылать деньги по ней что-то еще не понимаю. Как и как получать, странно это работает. Но чисто теоретически это возможно, возможно, это практикуется, но не у меня. Но вообще иметь карту это хорошо, это удобно. Наверное, это все. Я не знаю, сколько длилось это видео, но если бы меня попросили сделать видео короткое в ТикТоке с одним или двумя или тремя советами по этому видео, я бы сказал, первое, не бойтесь тратить деньги, вы их будете тратить много. Для этого вам стипендия и дана. Поэтому легче просто купить все то, что вы можете купить здесь, не взяв этого с собой из своей родной страны. Второе. Берите все только на первое время. Первый месяц-два. Потом вы будете покупать, опять же, очень много. Поэтому все по меню. Что касается вещей для ухода за собой, маленькие тюбики, этого будет достаточно, поверьте мне. И третье. Делайте упор на сувенирах, на еде. Не берите этого слишком много, хотя я не знаю, есть ли там предел, но возможно случится так, что у вас будет реально много еды, и она просрочится, и вы не сможете все раздать. Но в пределах разумного делайте упор на вот этом. Это очень важно. Не забудьте основное. Флаг, футболка, что-то из своей страны по типу кукол, например, браслеты, и я уверен, вы сможете найти что-то еще более интересное, чем эти банальные вещи, но это такие основы. Ну и из еды, понятное дело, возьмите то, что вам нравится, то, что вы действительно любите из своей страны, и вы можете показать это своим друзьям, своей хост-семье здесь, и сказать, вот это вот то, что я люблю, то, что я ем, и то, что мне нравится. Вот, возьмите, попробуйте. Это будет очень приятно и очень хорошо с вашей стороны. На этом все. Надеюсь, вам понравилось и, что более важно, было полезно это видео. Если так, то я очень рад за вас и надеюсь, что каждый из вас может испытать вот эти вот чувства, которые я испытываю сейчас вживую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok